На 24 площадках областной столицы прошел сегодня большой этнографический диктант, приуроченный к Дню народного единства. В том числе его писали на базе молодежного центра «Горком-35», где к всероссийской просветительской акции присоединились 11 человек. В тесте 30 вопросов, которые посвящены истории России и культурным особенностям народов, проживающих в нашей стране. Есть и региональный блок. Часть заданий связана с особенностями Вологодской области. Что примечательно, здесь в этом диктанте по итогам у каждого участника есть свой идентификационный номер. То есть ты не будешь знать, что Маша Петрова, насколько написала данный диктант. То есть балл не будет выставляться. Как признались сами участники, диктант был непростой. У каждого есть вопросы, которые вызывали затруднения, но зато оказались самыми интересными. В Вологодской области традиционно изготавливались галицы, что-то такое. Но я бы на этот вопрос даже без вариантов ответа. То есть варежки это не вариант, но рукавицы без подкладки, с грубой ткани. Мне понравился вопрос про алтайских сказителей. У них есть народный инструмент, домра, по-моему, так называется. Из чего изготавливаются струны на этом инструменте? Мне, как жителю Вологодской области, больше запомнились вопросы, связанные с нашей областью, с нашим городом. И, в частности, вопрос связан с тем, что является основной пищей для крестьян в нашей области в XIX веке. Я ответил, что это яблочный пирог. Меня больше всего заинтересовал вопрос о том, на какой территории проживало финно-угорское поселение, к которому принадлежала няня Арина Родионовна, которая воспитывала Александра Сергеевича Пушкина. Этнографический диктант писали сегодня во всех регионах России и в 11 странах ближнего зарубежья. Вологжане, которые не смогли сегодня принять участие в акции, могут написать диктант прямо из дома, в онлайн-режиме. Для этого нужно зайти на сайт Большого этнографического диктанта и выполнить тестовое задание. Это можно сделать до полуночи 5 ноября. На этом же сайте участники диктанта смогут узнать свои результаты по личному номеру. Они станут известны 12 декабря в День Конституции. Продолжение следует...